Вот так с одного удара Никита Гарас отправил японского каратиста в нокаут. Это первый бой темиртавского бойца на чемпионате мира по карате Кио Кушинкай, прошедшего на днях в Токио. Никита выступал в абсолютной весовой категории среди молодежи и с легкостью удалил соперника из страны восходящего солнца, выйдя в полуфинал турнира, где встретился с бойцом из России. И вновь точным ударом ноги темиртавский спортсмен предрешил исход боя. Никита с легкостью одолел дезориентированного противника, выйдя в финал соревнований. В последней схватке за чемпионский титул Никита Гарас встретился с опытным бойцом из Перми. Вышел в финал, где я тоже встретился с россияеном, только уже с Перми, Антон Гуляев. Про него я тоже много услышал, изучал его. Он раньше бился на четверти мира, занимал третье место, второе место. И получается, он сильно боясь опытный. С ним встретились, бились. И не хватило, видать, мне опыта, чтобы выиграть его. И проиграл ему по решению судей без нокаута. По итогу турнира Никита Гарас впервые за историю казахстанского спорта стал серебряным призером чемпионата мира по карате Киокошин Кайкан. По словам спортсмена, такого результата он добился благодаря ежедневным изнурительным тренировкам. И хоть золотую медаль чемпионата боец завоевать не смог, говорит, в первую очередь на международном турнире приобрел бесценный опыт. Сначала был чемпионат мира по мужчинам, абсолютно чемпионат мира. И мы вместе со всеми казахстанцами смотрели их все бои. И это было очень познавательно. Смотреть за россиянами сильно, за японцами, это очень помогает в развитии. Смотреть за их техникой, за их тактикой. Это очень помогает в развитии. Всего в чемпионате мира по карате приняли участие полторы тысячи лучших бойцов из 48 стран. От Казахстана в соревнованиях участвовали семь спортсменов, двое из которых из Тимиртау. По словам руководства клуба, второе место на турнире такого уровня – большое достижение для всего казахстанского спорта. Наша сборная, сборная Казахстана, была замечена на этом чемпионате. Особенно Никита Горас вышел на награждение с флагом Республики Казахстан. Это впервые в этом виде спорта. Поэтому, я думаю, для вида спорта в Республике Казахстан это были достаточно успешные соревнования. Не так давно Никите исполнилось 18 лет. И теперь тимиртауский боец готовится впервые выступить на чемпионате Казахстана среди мужчин. И хоть у парня все еще впереди, многие спортивные эксперты уже считают его восходящей звездой казахстанского спорта. И возлагают на Тимиртауса большие надежды. Искандер Байкенов, Владимир Параховой. Новости Тимиртау.